Полгода семья из Иссель-Коли живет в парилке в прямом смысле. Весной жилье пострадало от паводка, пришлось размещаться там, где это было возможно. В бане. Как пенсионеры готовятся встретить зиму, расскажет Дмитрий Куканас. Баню перекосило, потолок у нас обвис. Труба там у нас, вот она тоже вот такая щель большая вокруг, потому что подняло ее. Ну что, пол вот такая вот, щели вот вокруг, снизу дует. Но это еще ничего, считает Светлана Куча. Жить можно. Пусть и на шести квадратных метрах. Правда, сейчас приходится топить дважды в день. Становится прохладно. В свой дом они с мужем могут попасть разве что через дыру в стене. Это последствия двухнедельного затопления. Хозяева говорят, что дом просто всплыл на грунтовых водах. А когда вода ушла, одна стена обвалилась, а по остальным пошли трещины. Ремонту жилье не подлежит. Пострадавшим выделили финансовую помощь, но ее недостаточно, чтобы приобрести другой дом. Хотя мы чрезвычайно, у нас ситуация, а единичный случай. Поэтому у нас и это самое, как подтопление. А при подтоплении виноват сам хозяин, что допустил подтопление. Однако супруги говорят, что талые воды раньше никогда такой опасности не представляли. Соседи их слова подтверждают. Пострадала тоже. И крышу перекрывала, провалилась, и балка упала. Тоже и фундамент размыла. Ну а раньше такой потоп был? Нет, не было. Хоть на лодке плавают постоянно. Никаких стеклов нет. Раньше была канала здесь дорога. И с той стороны с этой. Вода уходила в котлован туда, в озеро. Весенний потоп местные жители связывают с газификацией. Подрядчики тянули трубы в траншеях и могли нарушить систему грунтовых вод. А еще они не прочистили канавы, которые засыпали во время работы. Из-за чего теперь на дороге постоянно после дождей скапливается вода. Доказать, что дом был разрушен именно из-за нарушения во время строительства газопровода, теперь пострадавшим удастся едва ли. И времени много прошло, и воды утекло немало. Остается надеяться на помощь государства. К слову, из федерального бюджета выделили 120 тысяч рублей. У местной же администрации свободных средств нет. Предлагали временное жилье, но супруги отказались. Их поставили на очередь, но для того, чтобы дом признать аварийным, нужны еще дополнительные документы. Они этот список получили, а документы еще не предоставляли. Для межведомственной комиссии нужны документы, понимаете? Ну, а то есть, если они предоставят документы, соберут, то они могут... Ну, если они соберут. Дело в том, что у нас и квартир-то нет. Но будем рассматривать что-то, понимаете? Вот только времени для рассмотрения все меньше и меньше. Дмитрий Куканас, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.